Главное умение политика это возможность договориться со своим врагом, союзником, со всеми договориться, получить то, что необходимо, ну а потом не сделать то, что ожидает от тебя твой противник. И Сталину это сделать удалось. Я могу сказать свою точку зрения. Индустриализация Советского Союза была нужна Западу по нескольким причинам. Во-первых, это был способ для Запада, как ни странно, сокрушить власть большевиков. Потому что когда была запущена программа индустриализации, они немедленно ввели золотую блокаду, отказавшись принимать золото в оплату за заказы, а заказов много. То есть было заказано, ну грубо говоря, оборудование для целого нескольких десятков крупнейших заводов. И вдруг в этот момент вам говорят, что деньгами, золотом заплатить невозможно. А чем возможно? Зерном. Это была попытка вызвать голод в Советском Союзе. Именно поэтому Сталину был выбор. Либо сворачивать программу индустриализации, хотя она уже началась, вы уже заявили, вы уже начали движение. И в этот момент вдруг ваши западные друзья, представьте, капиталисты отказываются от золота. Красавцы, да? Ну где такое видно? Вот это сделали. И они вам говорят, давайте, давайте, вот, значит, лесом там, зерном и так далее. Через некоторое время говорят, знаете, лес мы тоже не возьмем. Почему? А вот прибыло тут бревно, а на нем написано, что зэки добывают бревна, понимаете? И поэтому лес мы, как порядочные демократы, не можем у вас брать. А вот на зернышках хлеба никто еще не написал, что это, значит, бедные зэки добывают. И поэтому зерно можете поставлять дальше. Я, конечно, утрирую, но примерно такая история. Что оставалось Сталину? Сталину не хотелось и не моглось сворачивать программу индустриализации. И поэтому стали собирать хлеб. Методы были разные. Давайте не забывать, что партия прошла через гражданскую войну. И поэтому, конечно, там методы были самые разные. Не случайно Сталин написал статью «Головокружение от успехов», который призвал, в общем, не так ретиво все это делать. И все это помножилось на неурожай, который был отчасти вызван объективными причинами. Ну, такое случается иногда. А с другой стороны, крестьяне начали массовый забой скота, потому что не хотели его передавать в колхозы. Это тоже стало одной из причин голода на Украине, в частности. Просто большое количество земель осталось невозделанным. То есть целый спектр причин привели к той трагедии. Целью Запада было свержение большевиков через, как это ни странно вам покажется, оказание помощи большевикам в системе вот этой самой индустриализации.